К телекамере со своим иконоскопом Зворыкин в окончательном виде придет, уже работая в другом месте, но в принципе все было еще в Питтсбурге, в библиотеке которого он дал это имя, иконоскоп, своему детищу. Может самый трудный момент в жизни каждого изобретателя, его изобретение опередило свое время. Вот какая нужна вера в собственную правоту, чтобы продолжать на ней настаивать. А Зворыкин уже тогда твердил, что телевидение способно вещать хоть с луны, и ведь был прав. Во второй половине 20-х годов нет человека, более убежденного в великом будущем электронного телевидения, хотя настоящее вроде не дает для этого никаких оснований. Телекамера со Зворыкинским иконоскопом соединила то, что с изображением уже делали, с тем, что с ним сделали впервые. Изображение попадает в объектив. В этом ничего нового. Так было и в фото, и в киноаппарате, так даже было в зрительной трубе Галилео Галилея в 1611 году. Это чистая оптика. Из объектива изображение попадает на пластину с мозаикой фотоэлементов. Мозаику эту, чтобы детализировать изображение, прежде резали из слюды с фоточувствительным слоем цезия. И Зворыкин так делал. Сначала вдоль лапшу, потом поперек квадратики. Но нашелся способ лучше этих фантиков. В Зворыкинской лаборатории тонкую серебряную пленку обжигают на слюде. Она тогда сворачивается во множество мельчайших капелек. 20 тысяч на квадратном сантиметре. А такая пластина в настоящем иконоскопе, она 6 сантиметров на 10. Итого миллион 200 тысяч капелек. Каждая капелька фотоэлемент. Каждая фиксирует меру освещенности. Вот темный участок, костюм, слабый сигнал. Светлые участки, лицо, рубашка, сильный сигнал. Миллион 200 тысяч капелек на вот таком участке. Это какая будет чувствительность? Каждую складку проработает. Но это все уже известное тогда фотоэлектричество. Дальше будет электроника. Там электронная пушка. Ее сфокусированный луч сканирует заряд, будто расстреливает. Но расстреливает не как пушка, а как пулемет, двигаясь строка за строкой. И каждая капелька отдает свой заряд. Вот. Пока по лицу сигналы сильнее светлые, потому что рубашка почти белая. Самый сильный сигнал. Костюм темный, сигнал слабее. Ботинки черные, сигнал будет самым слабым. Но это очень медленный расстрел. На самом деле иконоскоп передавал 20 картинок в секунду. Каждую из которых луч успевал отбежать 343 раза. Столько строк в развертке Зворыкинского иконоскопа образца 1933 года.